Девский комнат, переходи туда. Евсей, пошли. Мои все. Где ты? Царю Небесный, Утешить тебя души Все мы И живи здесь И вся исполняя Сокровище благих И жизни подателю Вреди и вселися вны И отчисли От всяких святых И страсти Влажной души Наши Отец наш Небесный Мы просим благослови Наше собрание И мысль отправим в гордину Тебе хвала и слава Отец и святой дух Аминь Скамейка пустая Проходи туда Проходи дальше Не знаю, брат сказал Дальше Дальше Раньше начинается С пятого стиха А где Валерия-то? Нету что-то? Валерия, наверное Не знаю, позвоню сейчас Луки 21 глава С пятого по одиннадцать стих И когда некоторые говорили о храме Что он украшен дорогими камнями И вкладами Он сказал Придут дни, в которые из того Что вы здесь видите Не останется камня на камне Все будет разрушено И спросили его Учитель Когда же это будет? И какой признак Когда это должно произойти? Он сказал Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение Ибо многие придут под именем моим Говорят, что это я И это время близко Не ходите вслед И когда же услышите о войнах И смятениях Не ужасайтесь Ибо этому належит быть прежде Но не тотчас конец Тогда сказал я Восстанет народ на народ И царство на царство Будут большие землетрясения по местам И глады, и моры И ужасные явления И великие знамения с неба Толкование Когда некоторые хвалили здания храма И вклады В скобках Я думаю, что они говорили О резных и из военных произведениях Например, о пальмах и херувимах 3 царств 6 глава 32 стих Скобки закрыты Это, быть может, и называли Господь ни на что не обращает внимания Но предсказывают разрушение их Теперь рассуждают о кончине мира И предостерегают их Чтоб они не слушались уже пророков Имеющих прийти прежде его пришествия Будут войны и смятения Ибо По прекращении всякой любви Естественно будет иметь место войны и смятения В следствии войн Наступят голод и мор Мор от испорченности воздуха От трупов А голод От невозделывания полей Некоторые принимали так Что голод Мор и прочие вести будут Не при кончине только века Но и во время пленения Иерусалима Ибо Иосиф Флавий говорит Что по причине голода Были ужасные бедствия Решительно можно понимать вообще О времени кончины мира И пленения Иерусалима Луки 21 глава С 12 по 19 стих Прежде всего того Возложат на вас руки И будут гнать вас Предавая в синагоге И в темнице И поведут перед царей И правителей за имя моё Будет же это вам Для свидетельства Итак Положите себе на сердце И не обдумывать заранее Что отвечать Ибо я дам вам уста И премудрость Которую невозмогут Противоречить Не противостоять Все противящиеся вам Преданы также будете И родителями И братьями И родственниками И друзьями И некоторых из вас Умертвят И будете ненавидимы Всеми за имя моё Но и волос Голы вашей не пропадёт Терпением вашим Спасайте души ваши Толкование Прежде всего того Что имеет Случиться при кончине мира Или при пленении В скобках Ибо как я сказал Он с речью о кончине Соединяет речь И о пленении В скобках закрыто Возложит на вас То есть учеников Моих Руки И действительно Прежде пленения Иерусалима Апостолы Изваны были из него По особенному Смотрению Божию Именно Чтобы все ужасы Обрушились Только над Распинателями А они То есть апостолы Наполнили Весь мир Проповедью Были также Проводимы Апостолы И предцарей И правителей Приводимы Например Павла Вводили К фесту К Агриппе Самому Кесарю Деяния 25 глава 6 23 стих И 26 глава 32 стих Обратилось же Это для них Славу Свидетельством Поскольку же Они были Люди Простые И не ученые То чтобы Они не смущались Тем Что от них Будут требовать Отчета Мужи Мудрые Говорит Чтоб они Об этом Нисколько Не заботились Ибо Вы от меня Получите Вместе Премудрость И благоречивость Благоречивость Так что Все противящиеся Хотя бы Соединились Заодно Не возмогут Противостоять вам Ни по мудрости То есть Силе мыслей Ни Про Красноречию И Непогрешимости Языка Часто Иной искусен В составлении Умозаключений И находчив Мысли Но при шуме Скоро Смущается И оттого Во время речи К народу Все перемешивает Но им То есть Апостолам В обоих Отношениях Дана была Благодать Поэтому И священники Изумлялись Необычайной Мудрости Петра И Иоанна Зная Что прежде Они были Люди простые Деяния Четвертая Глава Тринадцатый Стив А Павлу Фест Говорил С ума Сошел Ты Павел Большая Ученость Доводит Тебя До Сумасшествия Деяния Двадцатая Глава Двадцатый Стив Псалом Пятьдесят Четвертый Тринадцатый Четырнадцатый Стив И Псалом Сороковое Десятости Вы будете Спасены И ни малейшая Частичка Ваша Не пропадет Хотя Многим И будет Казаться Что пропало Только Нужно Терпеть Ибо Терпение Вы можете Обребнести Ваши Души Враг Приступает Как бы С намерением Взять в плен И старается Захватить Ваши Души Наведя На вас Бедствие Но Вы Вместо Серебра Дайте Терпение Этим Выкупом Приобретете Ваши Души И не Потерпите В них Вреда Аминь Богу С нашему Славу Веке Аминь Ну Сегодня Большой Был список Всех Болящих Перечислили Я пишу Валентина Павловна Звонила Но она Рядом Сходит А так Не сильно Чтобы Вот кто-то Вот молимся Что за Антония За Ольгу Пока еще Все Нина Александровна Была вот на неделе У нас в поликлинике Обследовалась Продолжая Еще будет продолжение Обследования Прошу продолжать Молиться О нашем братье Алексея Семеновича Алексея Семеновича Сеськов Он выписан Из стационара Находится дома Но Вот Прежняя просьба Как Протез теперь Приживется Не живется Не будет ли Как в прошлый раз Но пока Он доволен Благодарить Бога Благодарить всех За ваши святые молитвы Мне Елена Политыкина Написала Что заболела Одина горло Или Она сказала У нас заболела горло Один Обой И Татьяна Александровна Не пришла Потому что У нее сейчас Лечение И она каждый день Ходит на какие-то процедуры И то есть Она говорит Я не смогу Еще Николай Кручина Лежит у нас в стационаре Ситуация Достаточно серьезная В понедельник Будет решаться вопрос Об оперативном лечении В том или другом Лечении В кардиохирургическом отделении Ну так что Молитесь о нем Ситуация серьезная Брат наш Так Брат Валерий Я только что Позвонил ему Нет его По причине того Что у него там Заклинило Как говорится Задний мост Да Накидался снега И по этой причине Он не смог Ну благодарить всех За ваши молитвы Он Духовно с нами Вот еще что Да Вот еще что Дорогие мои братья и сестры Обращаюсь ко всем В интернете Кто слушает Слышит нас И видит Прошу помолиться О душе Нашего главного врача По имени Диана От нее Большей частью Зависит то Что я могу Оказывать вам помощь У нас с ней Очень хорошие отношения Я ей подарил Трехтомник Другие книги То есть Постоянное общение Она меня поздравила Как-то с днем рождения Мы теперь вот Общаемся Пусти как Что называется Друзья Поэтому Я прошу молиться Потому что Под нее Роют яму Собираются ее Убрать С этого поста Ну С Нам С ней Хорошо Поэтому я Прошу молиться Ну как Богу Будет угодно Но Там Найти Компромат Всегда можно Поэтому Прошу молиться Имя ее Диана Я ей говорил У вас имя такое Вы приближенные К Богу От имени Бога Ваше имя происходит Ну в общем Когда у нас Есть Встречи Мы непременно Говорим В том числе О душе И о спасении Так Еще что Загуляевых Нет Алексея Не заболели Я думаю Что они Просто Пошли В тот Храм Знают Что Батюшки Нет Можно Печать Нет Я Матери Фарисеи Тоже Хочу Сказать Сейчас Про болезни Сейчас Про болезни Всех Рассказали Расспросили Все Я не про болезни Мы сейчас закончим Я не про болезни Ну говори Дорогие братья и сестры Тоже в тему Матери Фарисеи Я хочу вас предостеречь Исходя из нашей Личной ситуации Возможно Кого-то это тоже Уже коснулось Дело в том Что Мы всегда платили налоги Платили вовремя Исправно Без спини И на днях Позвонили нам И сказали Что у нас Какой-то налог Либо не оплачен Либо не прошла Параплата Я не знаю И это сейчас Выяснить вообще Невозможно Это наверное Года три Причем Вы понимаете Не в кабинете Налогоплательщика Вы это не увидите Все нормально там Не в кабинете На госуслугах Где вот Штрафы всякие Налоги Тоже ничего нет Ничего не было Все эти годы А сейчас вдруг Где-то что-то появилось И накапало Все это спиней Около Пятидесяти тысяч Ужас Да Это серьезные суммы Такая же сумма Даже больше У моих родственников Сто тысяч С лишним Вы наверное Сходите в налоговую И спросите Я раньше ходила Лично туда Брала все квитанции Все оплачивала Потом пришел к нам интернет Мы стали через интернет Все оплачивать Все походы Все выяснения Ни к чему не привели На эти высокие этажи Они сказали так Все понимаем Помочь ничем не можем Оплатить придется Все Понимаете Я не знаю Это наверное Связано с Обстановкой Мири Деньги нужны Налоги Начали собираться Вы понимаете О чем я говорю Да Вот Пожалуйста Прошу ваших Святых молитв И будьте бдительны Сходите в налоговую Не поленитесь Я не знаю Мы всегда все проверяли Такая же квитанция Это есть же Все есть Виктор Андреевич Ну вот я вам говорю Какой ответ мы получили Судебные какие-то Разбирательные Не знаю Судебные Несудебные Говорят ваши Ваши и все Это с пенями Это с пенями Надя Это уже Я точно не знаю Звонились Да Вот И Да Теперь смотрите Еще прошу вас Не оставляйте нас В своих молитвах Мы наверное Единственная семья Многодетная Которая имеет Апотечный кредит Слава Богу Мы все Мы все эти годы Платим уже С 2007 года Мы все платим Да Половина оплачена Ну прошу Не оставляйте нас В своих молитвах Чтобы Господь Продлил наши дни жизни Чтобы наши долги Не остались нашим детям Чтобы мы сами Могли заплатить И вот такого не случилось Понимаете Как Вроде ничего и нету А вот тебе Вынь да положь Не забывайте о нас Пожалуйста Спасибо Спасибо Христос Брат Ну сейчас то что прочитали Помните да Все Промыторе Я посижу Ладно да Промыторе Фарисея Один только вопрос Один вопрос И написано В конце И пошел Один оправданный Более нежели тот То есть Этот оправдан Более нежели тот А в чем дело Это все Они пришли Помолиться Богу Они пришли Помолиться И Они вот Единомоментно Пришли Помолиться Не то что Это теперь Так и будет Повторяться Нет Это Господь Заметил Приметил Это И решил Нам Рассказать Как Притчи Примером Таким И да Понятно Все про Фарисея Что так Не надо Наблюдать За другим Человеком Ты Конечно Смотри В свое Сердце Но Он Столько Там Всего Рассказал Фарисей Что он Делал А ведь Как мы Помним Послание Якова Из дел Покажи Мне Веру Без дел Твоих А я Тебе Покажу Веру Из дел Моих И поэтому Этот Самый Он Молодец Хорошо Бил Может У него Синяк Был На груди Потом Но Мы Не знаем Теперь Дальше Все Это Надо Теперь Вспомнить Этому Самому Мытарю Он Пошел Более Оправданным Молодец Но Он Должен выйти И сразу Начать Делать Добрые Дела А здесь У нас Знаете Уже Смотря На Закхея Это Очень Сложно Сделать Поэтому Сейчас Мы Будем Отсюда Выходить И одни Выйдут Более Оправданными У них Синяки Будут На груди На лгу Будут Они Хорошо Молились Но Вы Исполните То что Не смогли Кто-то Исполняет Но Вот Проявил Такую Слабость И Видит Что Другие Что-то Быстро Уходят Допустим Отсюда Или Камер Боятся Или Еще Чего Осуждать Не надо За это Людей Понимаете Тоже Потому Что Вы Сами Можете На месте Этого Фарисея Оказаться Да Били Хорошо Себя Но Еще И Фарисеями Были Добавок Ко всему То есть Смотрели На Фарисея И говорили Фу Фарисея Он Наверное Оо мне Плохо Думает Так Что Это Палка О двух Концах Фарисеям Это Господу Слава Во веки Веков Аминь Галя Я Еще Полминутки Займу Чтобы Вы Отнеслись К этому Серьезно К своим Ситуациям Налоговая Шутить Не будет Они Передают Дела Приставам А пристава Сразу Арестовывают Все счета На которые У вас поступают Денежные Средства Зарплатные Карты Все что угодно И пока Они не заберут Свой налог Все что вы там Должны У вас не Разблокируют Счета Имейте ввиду Проверьте Пожалуйста Разблокируют А у нас Написали На входной У нас Своё объявление Что Вы должны До первого Марта Вот прийти Вот Где-то На северо-западный Там Вот с другой Стороны Зайдете Надо Перезделать Перед Оформление Договор С Переоформить Вроде как Ну вот И мы вчера А перед этим Знаете Мне Еще За два месяца Прислали Такую Типа СМС Что Опять Какая-то Афера С газом И что Не надо Не заключайте Договор Потому что Это что-то Непонятное И вот Это У нас Такое Объявление Ну знают Что Пожилые Люди В нашем доме Живут И все Кто Поедет Искать На северо-западную Какой-то Там Только не Прямо Зайдете А там Где-то Круговую Зачем И вот Мы стали Выяснять Это вроде бы Говорят Ой Да не надо Вроде бы И не надо Так у нас же Есть уже Договор Официально Все сделано Есть А зачем Еще какое-то Непонятное Не надо Вот вы тоже Как-то маленько Тоже думаете Где-то Что-то Не надо Перезаключать Не надо Ну это Официально Прямо Там С печатью Что-ли С печатью Да ладно Ну и печать Можно Поставить У меня есть Можно Конечно Но официально Так Еще У кого По этой Кричи Да У меня Тут Вожата Львовна Николаевна Я приехал И она Говорит Вот там То-то Исходили Правда Вот за Электричество За мусор За электричество Тоже наверное Как-то сделали Там Проходит время А за нами Это ухаживает Надежда Васильевна Вообще Никуда не угодно Ну и меня Она еще Это прихватила Колено Никак не дает Наступать Он знает Ходил Все Ну и решили Опормить Владимира Александровича Пащенко Пошли Ему Старший Идет Тогда И он За то Что Оходит Она На две Квартиры Здесь Ну здесь Этот Батюшка Рассчитается И он Все делает Снег Сбрасывает Ну ладно Михаил Петрович С крыши Сбросил А он каждый день Володя здесь Убирает Дрова колет Уголь Здорово Привезли Раскалывают Приносит Приносит Золо Выносит И У меня Ночной горшок Выносит И сколько За месяц Положено Ему 1380 Я думаю Что это 1380 За месяц Работы Это Это что Как понимать У меня Знакомый Есть хороший Он Рентген Закончил В Италии И что-то Там Пошел Ухаживать Как в Германии За больными Там сумма То такая Что ты На работе Сейчас врачом Не зарабатываешь Платят За то Что он Ухаживает За кем-то Я не знаю Можно нет За двумя И Четыре месяца Как я приехал Прошло По 1380 Мне на пенсию Володя Возьми И вдруг Приходит Уведомление Ошибка Они платят За чьи Не работающие А вы работаете Я говорю Где же я работаю Ты когда из дома Вот две недели Была И один раз Выходил Я не могу Нога подворачиваться И все А вы Староста А староста Это сделан С вами договор И вам платят Людмила Степановна Приехала Пошли с ней вместе Все доказано Где я получаю Назовите человека Я отдаю Но не получаю Я все отдаю У меня ничего нет И однако Здесь пошли Начальник Вот она все С ней хожу Пешком Один раз Вот Игорь Владимирович Отвез И уже два раза Ходили туда И начальство Немножко скажи На чем остановились Они Остановились на том Что переоформили Они сами Все как положено И сделали Что вы теперь Не работающий Пенсионер Вы теперь Имеете индексацию Пенсии И вы теперь Полностью Получаете Так же Как и Надо почетный старост Просто сделать И все Да главное Говорят Теперь что Вошли Заявление Чтобы вас Старосты сняли Я думаю Отсюда все Наверное И дорожка Идет Чтобы я Старостой Не был Избрали меня Избрали Переизберете Пожалуйста Старосты Что делают Отвечают За дом Дальше За батюшкино Акмундирование Это вообще И ничего нельзя Доказать Никак Ну покажите Хоть одного человека Она пришла Она говорит Казначей Ну там Бухгалтер У нас еще Нигде нет Но избирает Здесь у нас Смотрители Она там Старшая сестра Ну на всех Можно навешать И главное Договор со мной Заключен А где деньги Мне Это Вот когда сказал С чем связано Я думаю Повсюду вначале Знакомая у меня Ну там домик Какой-то дом Купили Она знает Где-то Уже все рассчитали Все и вдруг Бац Сегодня 100 тысяч Еще сверху За что Пока ничего не известно Ну я этих людей Настолько знаю Там Еще не отремонтировали Даже до конца Так сколько платить надо Вот я гляжу За эту ипотеку Ипотека для меня Это Я знаю что это такое Это ужасное дело Вы как Сколько брали За это время Наверное уже заплатили В 2-3 раза больше Ну понятно Так вот Беда-то Когда было Наводнение Хабаровские Другие Туда не знаю Премьер-министр Летал То ли То ли тогда Путин Или Медведев Летал И умоляют Люди Работы нету Все остановилось А проценты То идут Он говорит Я ничего не могу Сделать Вот понимаете Как У нас В потеряевском Уставе Нигде в долг Не брать Иначе из-под тебя И матрас И жену вытащит Не брать Я грешный человек Люблю Мэтри Главное Фарисе Но Никогда Никому Не был должен Больше суток Бывает Где-то в дороге Срочно надо Но только до вечера Вечера уже Господь Как-то сделал У меня ничего нет Минимальная пенсия Там около 13 тысяч Была А сейчас Будто больше будет Будет Не важно С 1 января Этого года Володя Пенкин Был у него Два раза больше Моего И как Попутно сказать Володя Вы знаете В геликерии бегала Она ему правнучки А Которая Мать ее Она Карина Называется Она сам били Параскева Парасковья А Володя С ними жил Житья никакого Не там Где-то далеко Ну Государственный дом Этот силикатный И они Его оттуда Он оставил им квартиру А купил здесь Прямо Поворачивался Трамвай На Косноармейский Там дальше Они теперь Ему что Девочка в школу Не ходит Она такая Была Суветливая И его опять Теперь Сиди с ней Вчера он у меня был Мне надо идти Гликерия Там одна дома А эту квартиру У него не забирают А теперь Если квартиру А что Якобы мать Она Таксиста Или кто-то работает Они квартиру Берут Подогасить Долг А долг Погасит Куда К нему А он там Не нужен Владимир Пащенко Пащенко Говорю Пенкин 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 Помолиться о нем Вчера он был И Володя Что ж ты делаешь Ни с кем не знаешь Совета не делал Он тогда Почем Квартиру бросил сюда А тихо Уйти Да ты еще не прописался Они уже на пороге стоят Ну ни одного друга Никого нет Совершенно Никого нет Добрый Добрый Человек Сколько Специальностей У него Он сапожник Еще Только не Все делает Советов Никаких Нет Как-то За эту Которая Мать Вот этой Гликерии Она была Маленькая Посадили За убийство Ее Мать Бабку Его Учительница Убили Ну А он Починял Обувь Субитой Ну их посадили Я в тюрьме Когда ходили Я ее видел Ну кажется Можно было бы Как-то Она подрастает У нее хорошая характеристика Она там ничего не нарушает Лишеное право Теперь она подает Восстановить материнство А она-то у Володи была Он приходит Как вырвать У вас знакомство Знакомство у меня С юристами Которые закон имеют Он не может за закон Никуда прыгнуть Ну краевой суд То другое Он не может еще сделать Его эмоции Что он жалостливый Такой Ничего это не значит Он должен судить Так говорю Нет У него закон Этого закона бы не было А тут Как Тридцатилетняя война Хватали и били Пока есть этот закон Есть Вот он пришел И у него сейчас опять Стоит голову опустил Сказали Дом инвалидов Володенька Ты маленько Ты оглянись Показывай В домах инвалидов Что делает Ата с Венцем Там бывают такие Которые все уже прошли И они там их бьют Вымогают из них Тоже помолиться Владимир Очень добрый человек Был в интернат Вчера он ушел Я чуть не заболел от него Не хочу Еще у кого есть слово Придется Все Высказались Будем завершать Дайте денег рассчитать Достойно есть Такого истину Блажите тебя Богородицу Присноблаженную И тренингарочную И матерь Бога Нашего Честнейшую Керамин И славнейшую Без сомнения Серафим Без искрения Бога Слово Родшую Сущую Богородицу Тя Венчаем Господи Защите Родину Нашу От нашествия И наплеменников От внутренних Распредь От беззакония Которое встанье Останови делающих зло Просвети Правителей Страны нашей Чтобы принимали Мудрые законы Всех начальствующих Так же Просвети И защитни Людей Не познавших Тебя Обрати К истине Чтобы божественная Любовь Тебя коснулась Каждого сердца Священники Которые не служат Тебе Как должно Пусть покажутся В небрежении Своем И проповедуют Смело И на славном Об Иисусе Христе Господи Правит Суды Твои Назария За то Что оставили Тебя И Слово Твои Извеченное Святой Библии Прости нас Господи Владыка Жизни Что сокрыли Имя Твое Бога Иегова Дух Святой Да наставит Нас Не признавать Никаких Иных богов Попия Алло Услыши И исполни Господи Молитву Всех Молящихся О нас Во благо Нам Любящий Наш Отец Небес Сергея Ильи Вызвали С тех Тюрем Господи О незаповедушных Молимся Отверзим Двери Покаяния Тебе Боже Хвала Слава Счастья Поклонения Отец Сын Святой Дух Аминь Говори Господи Владыка Слушать И дослышать Рабы Твои Голос Твой Аминь Спасибо Христос Всех За молитву Всех Спасибо Всех